Больше участников, больше соревновательных дней, больше видов спорта. Сегодня в Сургуте стартовал второй этап соревнований под названием «Герои нашего времени». Участие в них принимают ветераны специальной военной операции. Если в первом туре, который прошел в Ханты-Мансийске полтора месяца назад, соревновались 15 человек, то теперь их практически в два раза больше. А помимо мастер-классов и состязаний, в программе консультации и медицинские процедуры. В каких видах спорта испытывают себя участники в этот раз, материал Натальи Соловьевой. Если главным направлением первого этапа соревнований были зимние виды спорта, герои нашего времени проходили мастер-классы по сноубордингу, стреляли из винтовки, как в биатлоне, то второй этап полностью посвящен легкой атлетике. В программе прыжки в длину и высоту, толкание ядра, будет еще стрельба из лука. В Сургуте созданы все условия для того, чтобы заниматься этими видами спорта круглый год. Среди участников нет остановившихся на первом этапе. Через чаты они позвали сюда тех, с кем буквально сидели в одном окопе. А замженный Крамов с позывным «Хант» готов хоть каждый месяц выезжать на такие сборы. На прошлом этапе в Ханты-Мансийске ветеран СВО освоил волейбол сидя. А здесь вспоминает технику толкания ядра. Так не занимался. В школе, раньше у нас советское образование, в программе это было. Я в школе пробовал. Понятие есть. Надо все пробовать в жизни. Если дают возможность, значит надо попробовать. Мастер-классы по легкой атлетике бойцам показывают спортсмены-адаптивники. Алина Марковская раньше занималась бегом на 100 и 200 метров, пока тренер не предложил прыжки в длину. Есть шесть попыток, которые ты можешь все использовать. В беге, например, один раз пробежал и всего второго шанса нет. А так можно одну попытку сделать, подумать, проанализировать. Это особое условие, чтобы приучиться к этому протезу и уметь с него прыгать. Поэтому это, можно сказать, заново родиться, чтобы научиться все движения делать. Это так просто не дается. И в принципе ничем это не отличается. Единственный нюанс в том, что мы прыгаем на протезах. Одна из главных задач турнира, организованного по инициативе правительства Югры, сделать спорт неотъемлемой частью жизни даже тех участников СВО, кто после службы имеет ограничения по здоровью. Наше мероприятие комплексное, оно показывает, чем вы можете заниматься, какие у нас есть возможности в округе, чтобы начать заниматься спортом. Сегодня у нас есть возможность такая, предоставить спортивные уникальные протезы для активного образа жизни, для профессионального спорта. Это очень важно. Важно, что ребята, которые сегодня здесь выступают, они знают, что они будут защищать честь нашей Югры. Три этапа соревнований. Герои нашего времени последний пройдет в Ханты-Вансийске осенью. Это подготовка к большим всероссийским состязаниям с участием ветеранов спецоперации на Кубок защитников Отечества. В прошлом году сургутянину Дмитрию Башкирцеву удалось взять на нем золото в стрельбе из лука. В юношестве занимался, в детстве спортом. Но для меня, в первую очередь, после ранения, спортом заняться, чтобы реабилитация организма в себя пришел. Я почувствовал на себе изменения уже и продолжаю этим заниматься. Совет один, себя в руки взяли и начали делать. Ты не захочешь, тебя никто не пнет. Соревнования в Сургуте продлятся 10 дней. За это время все участники не только успеют сразиться в различных видах спорта и сдать нормы ГТО, а также получить курс физиопроцедуры и консультации различных специалистов. Наталья Соловьева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Югра» Сургут.